Чем лучше ты будешь понимать, в чем отличие разговорной речи от вокала, тем лучше ты будешь петь. Как мы, русскоязычные люди, обычно разговариваем. «Привет, как дела? Меня зовут Ваня, я преподаю вокал». Здесь нету большого перепада по нотам, все примерно рядом друг с другом по нотам. Как говорят, например, во Франции «Bonjour, ça va!» Они используют большие скачки по диапазону или даже регистровые скачки. Начинают в более нижней части голоса, переходят в более верхнюю и возвращаются обратно. И это происходит в рамках обычного разговора. Смотри, что мы можем с этим сделать. Берем текст песни. «Я шел дымя, я шел в тоске, по ярким улицам к реке, под маской скрывая пол лица». Опять же, тут все по нотам очень рядом. Далее мы начинаем проговаривать «но». «Я шел дымя, я шел в тоске, по ярким улицам к реке, под маской скрывая пол лица». То есть специально, очень сильно начинаем растягивать слова в разные стороны. Повыше, пониже, повыше, пониже, повыше, пониже. «Я шел дымя, я шел в тоске, по ярким улицам к реке, под маской скрывая пол лица». Суть этого процесса в том, чтобы между речью и пропеванием вставить такое промежуточное звено, когда мы с одной стороны ставим себе задачу проговаривать, а не пропевать, а с другой стороны начинаем жутко все растягивать по диапазону. Это один из способов перестать воспринимать движение по диапазону, там какие-то более высокие ноты, как что-то очень сложное, или требующего какого-то дополнительного сверхусилия. «Смотрел вокруг, селясь, понять, как могут люди танцевать, так страстно, не чувствуя конца». «Смотрел вокруг, селясь, понять, как могут люди танцевать, так страстно, не чувствуя конца». В русскоязычной культуре, в обычной нашей речи, грубо говоря, не принято сильно скакать по диапазону. И это можно использовать, чтобы голосу стало понятнее и стали осязаемее вот какие-то другие альтернативные варианты настройки. То есть, грубо говоря, ты говоришь вот раз, два, три, четыре, пять. Это тебе привычно. В то же время, если попробовать поговорить вот в широком диапазоне, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, Вполне возможно, ты заметишь, что верхние ноты могут и не требовать какого-то такого прямо сильного приложения усилия. Могут браться лящи, если ты просто к ним подходишь не как к чему-то такому сложному, что надо прям как-то пропеть, а просто вот так вот поговоришь по-дурацки. И потом по этой же лыжне попробуешь попропевать. Я был, как в Риме, дикий гал, и, слыша речь, не понимал ни слова, хоть слух мой был остер. Я был, как в Риме, дикий гал, и, слыша речь, не понимал ни слова, хоть слух мой был остер. И лишь потом вдруг понял я, где я и где моя семья, хоть знаем друг друга от корней. Спасибо.